Добрый вечер, как обычно, в 17.00 в эфире телеканала Хабар. Программа «Важно знать». Меня зовут Алгат Байгужина. Говоря о проходящей в стране выставке Экспо-2017, мы понимаем, что вся эта энергия будущего нужна в первую очередь нашим детям. По сути, сейчас мир решает, в каких условиях они будут жить, задыхаясь выхлопами и газами или все же в зеленой и гармоничной планете. Поэтому сегодня мы пригласили в гости в студию руководителя общественного фонда «Акбата» Татьяна Немцан. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам в студию. Я знаю, что вы еще также директор прославленной Вячеславской средней школы. Это правда? Совершенно верно. Ну, а вопрос, который интересует не только меня, а еще, я уверен, наших телезрителей, что ваши ученики на практике сами реализуют зеленые технологии. Что у вас там, скажем, картошка размером с капусту, а капуста размером с арбуз. Это правда? Ну, может быть, это чуть-чуть преувеличено, но на самом деле хотелось бы сказать о том, что приобщение детей к проектной деятельности, к практической проектной деятельности, это является, наверное, основой работы коллектива Вячеславской средней школы в пропаганде и в разработке программы экологоэкономического проектного образования детей. Ну что ж, сейчас мы и посмотрим. Наши коллеги уже наведывались в вашу школу, а попрошу внимание на экран. Интересно посмотреть. Эта уникальная школа находится в селе Арнасай, что в 30 километрах от Астаны. Здесь действует собственный учебный центр зеленых технологий. Школьников и их родители обучают органическому земледелию, водо- и энергосбережению, и даже построению зеленого бизнеса. Особая гордость Вячеславской средней школы, фитодиодная теплица и солнечные биовегетарии. Также здесь установлено три пиролизные печи, солнечные водоколлекторы, энергоэффективное светодиодное освещение, солнечная панель с выработкой электроэнергии до 1 киловатта и система капельного орошения. Ученики занимаются научной работой и уже удивляют своих учителей. К примеру, недавно школьники изобрели систему для сбора дождевой воды, чтобы потом ее использовать при поливе. Другой ученик отапливает гараж с помощью обычных консервных банок. Преимущества зеленых технологий уже оценили местные жители. Теперь 168 домов используют капельное орошение. В пяти домах установлены пиролизные печи. Словом, сегодня село Арнасай по праву считается первым зеленым населенным пунктом в Казахстане. Татьяна Николаевна, у меня к вам очень много вопросов, но я думаю, что у наших телезрителей тоже. Напомню, что вы тоже можете стать участниками нашей беседы. Звоните по телефону 553-710, код Астаны 71-72. В социальных сетях программы мы анонсировали нашего спикера. Есть вопросы, мы их непременно зададим. Ну, а пока хотелось бы уточнить у вас. Может быть, опровергните информацию или подтвердите. Говорят, что ваша школа смогла сэкономить 3 миллиона тенге непосредственно благодаря зеленым технологиям. Это правда? Да, совершенно верно. Это произошло благодаря внедрению целого комплексного энерго-водосберегающих технологий. Иролизного отопления, которое позволяет нам в год примерно экономить до 200 тонн угля, а также эффективного водосбережения, эффективного светодиодного освещения. Думаю, что комплексное использование таких технологий, простых, но очень эффективных технологий на базе социальных объектов, в частности, организации образования, позволит нам достаточно создать комфортные условия для детей прежде всего, но с другой стороны, экономить бюджетные средства и перераспределять их на другие очень нужные вещи. Это удивительно. Я услышаю, и мне кажется, что это как будто фантастика какая-то. Это разработки наших отечественных и зарубежных ученых. И думаю, что этому на практике мы должны обучать наших детей. Они должны не только изучать химию, физику, биологию, но на практике должны видеть, каким образом сегодня современные технологии могут служить человеку в будущем. Ну что ж, я так понимаю, что не только теория и практика – это самое главное. Вот, собственно, эту практику часто приезжают посмотреть туристы, которые приехали на Экспо. Что больше всего туристов интересует? Ну, на самом деле, хотела бы отметить, что больше всего интересует системный подход. Мы постарались в школе создать такую систему, при которой, начиная с первых ступеней, то есть с начальной школы до последних уже этапов обучения 11 класса, у детей на практике была реализована и мечта создать эффективный, умный, красивый дом. Так вот, этот дом мы и строим все 11 лет. А этот дом и стоит наша школа. Поэтому у ребенка должны быть места, где они могли технологично пробирать свои новые проекты. И в то же время, самое главное, даем технологию ребенку так, чтобы он учил родителей. Учить ребенка взрослого – это самое большое удовольствие, я думаю, для любого молодого человека. А вы скажите, Таня Николаевна, вот приехали туристы, посмотрели, удивились, а с кем-то из них вы потом связь поддерживаете после того, как они уезжают? Ну, на самом деле, у нас очень много друзей сегодня не только в нашей стране, но и за пределами. Совсем недавно проходил большой семинар с участием пяти стран Центральной Азии. И что самое главное мы вынесли из этого? Не только мы учили, но и нас учили. Мы обучились у коллег из Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана новым способом защиты, органической защиты растений в условиях работы теплиц. Но мы их научили работе и эффективному использованию водопотребления, работе подвальных фитродиодных теплиц. То есть я так понимаю, что вы наладили все-таки общение с другими подобными школами? Совершенно верно. Но самое главное, наверное, удовольствие получаешь, когда находишь единомышленников в различных регионах нашей необъятной страны. Это и Восточный Казахстан, и Кзаларда, и Алматинская область, Акмолинская область, город Астана. Нас очень много, на самом деле, очень инновационных педагогов, которые готовы сегодня продолжать основную идею Экспо-2017, энергию будущего в жизни. Ну а подскажите все-таки, вы говорите, очень много, а сколько таких школ непосредственно? Ну хотя бы примерное количество? Ну я могу, например, сказать, что в Восточном Казахстане, Яговский, Руджарский район, Семипалатинск и Усть-Каменогорск, это порядка 60 школ. Это достаточно большая армия учителей. Другой вопрос. Нам нужны технологии, которые должны сегодня заходить. Потому что без поддержки государственной, без поддержки бизнеса, соответственно, можно легко загореться и также легко потухнуть. Вот вы затронули тему поддержки данных проектов. Кто помогал в реализации этих проектов экологических? Мы на самом деле с гордостью можем сказать, что команда Вячеславской средней школы смогла реализовать проект «Зеленая школа» благодаря поддержке программы развития ООН, Глобального экологического фонда, программы малых грантов Глобального экологического фонда. Это международные донорские организации, которые поверили, но они не просто, так сказать, как щедры маги кидали деньги налево-направо. Они мотивировали нас писать серьезные проекты, а мы черпали эти идеи из идей детей. Таким образом складывалось вот это некое зеленое сообщество, в рамках которого школа была центром и есть центром. А это закруживает модель полностью и образование, и эффективную поддержку органов местного управления, и в то же время активизацию сообщества, развиваться и быть на пике интересных идей. Этому мотивируют стали их дети. Это очень здорово. Вопросы к вам есть не только у меня, а еще у наших телезрителей. Можно звонить по телефону 553-710, код остальных 71-72. Есть у нас звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Я вот тут это, ну вот, по теплицам-то вот говорили, да, вот, насколько это выгодно вот для нас, простых дачников, огородников, вот как мы, а то всяких многих технологий, ну, говорят много, не все же там работает. Спасибо. Спасибо огромное за вопрос. Что можете сказать по этому поводу? Я хочу сказать, что сегодня теплица становится очень-очень необходимой для северного, особенно северного Казахстана. И приведу прям буквально несколько таких убедительных доводов. Интересно. Довод первый – это все-таки мы сегодня живем в период серьезных климатических изменений. А когда климатические изменения – это стрессы для растений. Так вот, минимализация стрессов – это и есть развитие закрытого грунта и теплиц. Другой момент – это необходимо понимать, что теплица должна себя купать, и теплица должна быть рентабельной. Поэтому в нашем центре зеленых технологий мы предлагаем как пазл различные подходы, и каждый для своего региона может выбрать тот оптимальный состав, который, тот рецепт, который будет максимально приносить прибыль от производителя до обыкновенного дачника. То есть можно всем дачникам, неживущим в Урнасай, приехать к вам в школу и поучиться, как нужно выращивать овощи, фрукты, растения все эти? – Думаю, что этому помогут им еще и дети показать, например, технологию капельного расширения, используем фитодиодных теплиц. А в этот момент мы пригласим еще и специалистов, профессионалов, с которыми мы сотрудничаем из других регионов, например, Алмата, там, например, Аграрный университет, которые дадут комплексную рекомендацию, как это сделать хорошо и правильно. – Вы думаете, что это возможно? Куда тогда обращаться в таком случае? Вдруг кто-то захочет из наших телезрителей? – Ну, я думаю, что надо зайти на сайт «Коалиция за зеленую экономику. Развитие G-Global», там есть все контакты, и с нами спорядаться напрямую. – Вот вы в начале беседы затронули тему того, что вам помогали ученые, точнее, вы там их опыт использовали. О каких именитых ученых идет речь? – Ну, хотела бы прежде всего сказать о Германии Леонтии Челегае, который еще в 2002 году поддержал школу, и мы даже занимались такой темой, как клонирование картофеля и получение безвирусных сортов. То есть мы клонировали картофель сорта «Тахтар», который был опробирован Тахтаром, обликирован в космосе, и это была на самом деле эволюция в поселке. Мы научили жителей, как можно получать безвирусный картофель простыми доступными способами. И это была целая такая работа большая, комплексная, родителей и детей. Почему? Потому что это простые доступные вещи, которые ученый внес в умы детей, а дети, как хорошие ученики, ретранслировали опыт на семью. – Так интересно рассказывать. Я думаю, что после сегодняшнего эфира количество посетителей вашей школы увеличится минимум, наверное, в 100 раз. Но пока наши телезрители шлют свои вопросы на наши социальные сети, вот вопрос. Кто может учиться в зеленой школе? Нужно ли сдавать тесты, чтобы к вам попасть? – Ну, я думаю, что в нашей школе, в нашем центре зеленых технологий может пройти и ознакомиться с технологиями каждый, любой гражданин нашей республики Казахстан. Мы являемся социальной площадкой, мы являемся площадкой программы развития ООН. И мы честно выполняем обязательства, данные грантодателю. Быть открытыми и честно, правильно и профессионально доносить простым языком суть технологий до любого гражданина нашей страны. – То есть я тоже могу прийти? – С удовольствием приглашаю. – И вы меня научите. – Обязательно. – Спасибо огромное за приглашение. Пока задам еще один вопрос из соцсетей. – Почему зеленые технологии не внедряют во всех школах и больницах? Чему это мешает? – Что этому, точнее, мешает? – Очень важный, на самом деле, вопрос. Хотела сказать о том, что столкнулась с несколькими барьерами. Барьер первый – незнание. Незнание элементарное и неверие, потому что сегодня через те же социальные сети, рекламы дается очень много вещей, и чаще всего люди не верят, боятся, что их обманывают. Поэтому мы и создали наш зеленый центр, в котором дети могут вести фенологию, то есть свои наблюдения. И эти наблюдения мы очень простые, доступные, представляем широкому кругу участников наших тренингов и семинаров. Барьер второй – это пока достаточно высокие цены на альтернативные источники, источники энергосбережения. Но в этой ситуации я всегда говорю так, сотовые телефоны тоже совсем недавно были недоступны. Сегодня у нас нет ни одного человека, кто бы ими не пользовался. Поэтому эти технологии. Рынок наполняется, они дешевеют, и мы это видим. – То есть пока, по сути, нужно просто немного времени подождать. Я думаю, что сегодня надо комплексно использовать подходы. То есть, например, мы опробировали на базе нашей школы, например, несколько систем капельного орошения. Сегодня видим то минимальное количество, которое позволит потратить малые деньги, но получить эффект хороший. И об этом все мы говорим в нашем центре зеленых технологий «Силарна Сарь». А какие у вас еще планы на дальнейшее будущее, вот непосредственно в развитии? Ну, сегодня хотелось бы сказать о том, что есть заключен меморандум САО «Назарбаев интеллектуальной школы». И Куляшна Гатарина Шамшудинова эту тему хотела бы поддержать в рамках развития системы СТИЧ, то есть зеленых центров на базе «Назарбаев интеллектуальных школ». А это значит, это посыл ученых, лучших педагогических технологий и трансляция педагогических инновационных подходов на все регионы. Думаю, что вот такой подход был максимально интересен, потому что на базе низшкол сегодня обучаются все педагоги страны. И это была бы максимальная трансляция образовательных подходов. Татьяна Николаевна, что ж, я желаю скорейшей реализации планов ваших педагогов и учеников. Благодарю вас за интересную беседу. Напомню, что на наши вопросы сегодня отвечала директора Вячеславской средней школы, руководитель общественного фонда «Акбата» Татьяна Немцан. С вами, уважаемые телезрители, мы встретимся вновь в это время на телеканале «Хабар» и вновь обсудим то, что вам действительно важно знать. До встречи!